Пригнали к нам на ремонт. Пригнали очередной КАМАЗ. КАМАЗ это 43118. Ребята у нас из Слободского. Лесовозная площадка здесь стояла. Занимаются они лесом, хотят технику свою обновить. Будем здесь увеличивать мощность двигателя. Здесь будем капиталить частично этот КАМАЗ. Здесь будет делаться кабина. Здесь будет делаться двигатель. Будем увеличивать мощность. Здесь будет делаться электрика, пневматика. Восстановление системы подкачки шин. Соответственно влечет за собой полную разборку мостов. Со снятием ступиц ЦАП с механической обработкой, либо с покупкой новой, если уже не поддается ремонту. И кабина полная капиталка. Вот так вот машина сейчас выглядит. Кабина в принципе такая, полумертвая я бы сказал. Вот она со спальным местом. Но мы ее сделаем, приведем полный капитальный ремонт. Наверное здесь сиденье поставим с высокой спинкой уже для водителя, для удобства. Резина остается родная своя. Облицовка остается. Рама будет конечно чиститься, краситься. ЖД у них такой старого образца еще стоит 30-й. По нему тоже будем решать. Работает, не работает. Будем смотреть. Насос подъема кабины старого образца у них еще. Хотя машина 118-я. Всем добрый вечер. Это очередной проект наш, тот который я снимал, лесовоз. С города Слободской ребята пригнали к нам его. 4318 автомобиль, цвет хаки. Здесь был кабина. Долго очень согласовывали мы ремонт. Здесь тоже будет капитально частичный ремонт, так сказать, по согласованию с заказчиком. Изначально требование было медной трубки. Оно остается у нас. Ну то есть, кроме коробки и раздатки, мы полностью будем здесь в машину капитали. Коробку и раздатку просто снимаем, чистим, красим. Машина у нас ждет очереди на мойку. Завтра мы ее оттащим на мойку. Двигатель демонтирован, кабина демонтирована. Находится уже у агрегатчиков. После мойки будем осматривать дефекты. Парами может быть какие-то присутствуют, дополнительно обнаружатся. Вот. Резина здесь без замены. Будем сюда устанавливать передние усиленные рессоры. 18-ти листовые, которые под манипулятор устанавливаются. Заднюю пачку тоже посмотрим, что можно будет придумать с усилением. Будем здесь фронштейны, нижний опорный, рессорный на чулках менять. Вот, естественно, электрику, пневматику. Ну, все как по стандарту. Ящик АКБ я уже вижу, что здесь негодный. Его надо будет заменить в любом случае. Вот. И по двигателю. Двигатель у нас здесь 7403 турбированный. По желанию заказчика будем мы его форсировать. Будем из него сделать 13-й мотор. То есть будем мы менять топливную. Будем менять заднюю плиту. Будем менять трубки высокого давления, трубки сливы. Вот. Элект у нас подошел к завершению. Автомобиль у нас частичного капитального ремонта. По соглашению с заказчиком здесь все это делано. Сейчас расскажу по особенностям. Здесь капиталили мы двигатель. Устанавливали сюда турбокомпросора. Устанавливали сюда блок мы с теплообменником установили. Коленвал заменили. Естественно, поршневую. Естественно, головки блока цилиндров. Двигатель полностью после капитального ремонта. Топливная система и пневматическая система на данном автомобиле выполнена на миди. Бак новый установили с еврозаборником 350 литров. Автомобиль у нас имеет вездеходное исполнение. 4318 модель. Резина без замены. Резина осталась от заказчика. Система подкачки полностью восстановлена. Мосты полностью перебраны. Ресоры усилены. Мосты здесь с блокировками. Редуктора также после капитального ремонта. Ходовая система здесь вместе с балансиром тоже после капитального ремонта. Более того, балансир здесь вообще стоит. Новый, другой. Потому что балансир был лопнутый. 154 и 155 кронштейны вот эти тоже мы заменили. Вот такую вот установили сюда пачку рессор усиленную. Автомобиль будет использоваться в качестве лесовоза. Задние фонари новые поставили. Электропневмовая вода сделана. Все готово. Энергоаккумуляторы также заменены. Бронированные шланги установили. Это усиленная пачка рессор. Единственная проблема здесь остается по раздатке пока не решено. Раздатку с коробкой мы не трогали. Почистили, покрасили. Раздаткой течет у нас с фолианца. Сейчас будем согласовывать с заказчиком дальнейшие действия. Здесь у заказчика вместо второго маленького бака установлен ящик инструментальный большой. Кабина подвергалась полному капитальному ремонту с окрасом. Здесь кабина была в ужаснейшем состоянии. Практически все железо заменили. Передний мост, естественно, тоже перебраны. Передние рессоры потребовали заказчика установить сюда 18 листовые. Эти рессоры используются тогда, когда манипулятором ставим на шасси КАМАЗ. Вот так выглядит кабина после капремонта. Здесь ребята постелили, чтобы полы не марать. Полный капремонт с заменой электрики, с заменой всех неработающих приборов, с заменой лобовых стекол. Кабина у нас в исполнении кабины с круглыми фарами, раздельное лобовое стекло, окраска хаки матовой подвоенку сделали. Автомобиль у нас получился красивый. Остается решить вопрос по ПЖД и остается решить вопрос по раздатке. А так полностью машина к сдаче у нас готова. Продолжение следует...